Так, а у вас пустая половина? Да, у нас никто не живет. Сколько здесь дома стоит? Ну-ка, дома, квартиры? От 650 начинается. Ну, есть, которые такие, не очень, они там по 200 продаются. Вот там дом большой, за 650-го покупал. Ну, авито ставят по миллиону его, но они потом стоят годами. А вот твоя половина? Ну, не желаю. Половина хозяйка умерла. Ну, он без хозяев, получается, дом. Там жили немножко душевнобольные такие. Ну-ну-ну. И вот они помнят. Понятно. Теперь остался пустой. Ты выключил все это, камни у машины? Нет. Надо посмотреть, горит или не горит. По дороге, вот еешь, дорога где-то ничего, где-то насыпали вот этой фигни. Видишь, аж это бежит с нее. Горит или ничего не горит? Не горит? Ну, смотри сам, выключил. Ну, раз не горят, старый. Раз не горят, не горят, что парит? Выключил. Аккумулятор этот, что я не оставил? Телефон. Ребята, сейчас покажем вам, как Азамат ведет хозяйство. Мне интересно посмотреть коровник из плит. Из ЖБИ, железобетонные плиты. Вот, у нас деревянные коровники, а вот у него, о, какая здесь интересная ящик. Мы интереснее сделаем, такой оригинальный хотел. А как засовывать? Это открывать надо? Открывается, да. Раз открываешь и... Так, ну что, показывайся. Да, заходи. Смотри. Хотел сделать необычное такое ничего. Слушай, а вот на видео я смотрю, у тебя тут такая офигенская ограда большая. Ну, наверное, камера скрадывает это все. Вот. Мне кажется, меньше. Вот так вживую смотришь, поменьше. Для меня это большая ограда. Особенно здесь построек мало. Да, мы переехали что-то. Поэтому даже снег нигде прощается. О, боевой автомобиль. Понятно. Так, идем смотреть хозяйственные постройки. Ого. Это твой. Показываешь, ты всегда это делаешь. Да, но ничего уже все остановить в проекте. Слушай, ну, прикольно, хорошо. Решил, что лучше на следующий год сделаю уже нормально. Это вот потом перекрытие будут? Да, да, да. Вот плиты можно брать на ферме у вас. Ну, или где ты брал их? Расскажи. Ну, это у нас старая база развалилась. Ага. В другой деревне, в старой Алексеевке. И вот я... Оттуда взял плиты? Оттуда взял, да. Ты их за них платил? Нет. Ну, нанимал только кран? Нанимал кран, да. Ну, мне получилось так, что мне два раза пришлось перевозить. Я их сперва перевез в ту деревню, я там жил, у меня там дом. Ооо. А потом переехал сюда, и мне пришлось с того дома обратно их сюда тараканить. А здесь с краном не получилось, пришлось кран заказывать в городе, уже с города приезжал. Сомска? Сомска, да. А что стоит это? Ну, у них получается 9 тысяч, просто дорога, чтобы до нас доехать. Ооо. И по где-то 2, по-моему, тысячи час идёт. Ну, ну. Ну, вот в 3 часа уложились. Поставили. Полностью перевезли его, да, он по 5 плит брал, здесь 10 плит, они 3 на 3. А вот устанавливал вот эти, ну, правильно их ставил. Это тоже? А уровень? Всё он так же устанавливал. А тут фундамент заливал? Да. Нет, здесь без фундамента. Здесь просто я вырвал траншеи. Нет, под плитой. Под плитом нет фундамента. Я вырвал траншеи просто, глубиной там, ну, где, чтобы вровень была она. Ну, ну. Где получилось там вот столько, где побольше. Ага. И просто сюда, в эти пазы их воткнул так же. Ну, а потом сварили здесь. А потом я здесь сваривал, да, вот края. Ну, я видел, видел, да. Где-то сверху, где-то с той стороны, вот так вот. Ага. Слушай, ну, хорошо. Ну, честно говоря, я сам мечтаю о такой... Большое сразу, чтобы все вместе были. Сделать, и знаешь, с запасом. Где-то машину поставил, где-то что-то ещё. Ну, ворота чуть побольше. Машин не надо в коровнике. Да нет, ну, под одной я имею в виду крыши. Да. Под одной крышей. Понятно, что машин не надо в коровнике. Видишь, у нас сосна, у них берёза, осина. Да, 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 да. Здесь вот сосна и... То у нас, вариант. У нас там сосновый лес и... Ну, с этим... На пелорамах. У нас сосна и проблема. Да, 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 да. Ну, главное, есть чего устроить. Хоть берёза есть, но какая разница, распусти её так же. И на горбыль на двадцатку, там, на тридцатку, на сороковку. Конечно, сосна, она идеальная в этом деле. Она и поровнее. И поровнее, да, 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 да. А там уже вон эти... Кто? Ну, совхоз или нет? Там совхоз, да. Ну, как их называют? У нас это уже не совхоз, у нас всё уже всё... Нет, это частное всё. Частные граждане. Там комбайн, там вот так вот. Там старая котельная. Когда-то совхоз же был у нас, как говорят, миллионник. Так оно с каждой деревьей так было. Овечки у них рыжа какие-то. Лица другие, не как наши. Да. Они больше городские, наверное. Не, они казаться не просто. И баранов вот баран уходит. Да, я привёз баранов, папа взял. А мы наоборот зиму убираем... Его не оставляешь? Или он живёт это как... А у меня было... Два их вон. Нет, я взял. У меня было два барана нынче. А они, короче, вылезли с загона и пшеница объелись. Пропали. Ну-ну-ну-ну. Мы на зиму убираем баранов. Они сейчас объягнятся и заново второй раз. Ну, чтобы не было. Ну, чтобы второй раз они не покрылись. А так, понимаешь, обменяемся один с тем, другим с тем, чтобы не было. Да, кровосмешение. Конечно, трёхрёстного. Так. Постреляете шерсть? Куда деваете? Честно, выбрасываю. Ну, мы так же. Мы так же. Не, я не... Раньше приезжали там, это... Может быть, малый, может быть, город будет. Как-то закупают там валенки. Ну, у нас мы раньше чесать возили в Муромцево. Чё, даёшь только сено? Сено, комбикорм. Ну, в смысле? Ну, здесь я сено даю, да, в сарае уношу комбикорм. Видишь? На улице она всю зиму в этой... Не только комбикорм, то и чини не дадут. Когда чё есть. Так а вот летом гоняешь их на пастбище? Летом я оставляю их все дома. Они у меня дома, короче, круглые годички. Здесь стоят? Да. Только травы? Только я вожу траву, вот, на газели привожу и кормлю. А на следующий год хочу на пастбище отдать. Муторное. Орут целый день. Ну, да. Нима пройдешь, они бьют, бьют. Леток пашут даже. Да, вот, в соседней деревне там, в пастбище. На все лето, наверное, сдают и все. Как у нас раньше тоже было. Да, только там баранов не берут. Потому что, ну, у них свои бараны. Мужских производитель. Да, да, да. Маленьких там берут, а вот таких, чтобы производители не берут, чтобы не портили они кровь. Потому что там у них кесары, вот эти вот, которые здоровые. А, ну, 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 ну. Я нынче ездил, у него шея, что у коня вот такое вот. А нынче просили перевозить. Это где-то здесь выходит, у вас стадо ходит? Недалеко? А, ну, 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 да проезжали. Там поля бескрадник. Так там и это, нанимают, это, пастух есть или... Да, там специально, у него свои овечки, он, получается, берет еще другие, чтобы не только своих пасти, а других тоже. Ну, 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 ну. Человек еще подрабатывали. В той деревне даже двое, двое таких базов. Ну, ну, я смотрю сену. Там и есть, там и косится. А у нас выборы есть, все заброшено. Не, ну, вот в этом году в южных районах совсем не было травы. У нас хорошая трава. Я это объезжал, ну, где-то подкашивал, где-то так, а так. Попадается у нас короба и как-то это... Хотя вот видео показывал, и люди говорят, фу, мы все подряд косим и крутим, и все подряд уходим. У нас, видите, у нас много КФХ и ОПХ, вот фермерских хозяйств, которые захватили уже дофига полей. И косить негде. И косить, вроде бы, такая территория, и кругом еще поля совхозные, вот эти вот, и полей стало меньше. И, ну, а нынче у нас там покосы есть, до них, короче, мы два-три года не могли доехать, там, болотки, вот эти вот. Кому же зарос, дороги, федерации. Тут, видишь, ей позировать надо, вон, край. Она уручная. Видела, но в еслях сидела. Ну, а так люди держат, скотину же, да? Да, 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 да. Ну, здесь немного, а вот в соседней деревне, по Алексеевке, там побольше. Молчаливый наш, как вы, ишь, как начнут орать. Да, это они на публику играть. Корову, сарай, вот, в том. А сено, вон, где? Вот. Пойдем, покажешь сено. На, камеру. А ты что? У меня рука, там, у нас было рукавица здесь. Так, ребята, сейчас пойдем посмотрим сено, рулоны. Где у тебя рулоны? Вот. Рулоны азамат нанимает. Нанимаются же у вас эти? Да, я нанимал пресс, чтобы... Присовывали. Этого тебе сено хватит? Ну, не знаю. По-моему, я не уверен в этом. По-моему, мне придется докупать. Пару тюков? Да. Это 145-й пресс. 145-й, да, ПРФ. Ну, 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 ну. И тут у тебя тюков 30, наверное? Тюков 20, наверное, уже. Понятно. Даже не считал. Ну, вот. Ну, у него вот ПРФ, у него в середине... У него здесь нормально, а потом в середине у него получается вот такая вот загигулина полупустая. Ну, когда начинает, на большой скорости он это... Вот. Ну, вот. Такое сено. Не, ну, главное, что что-то давать. Да, некоторые тюки есть хорошие, там вот такая хорошая трава. Ну, ага. И тебе они сразу привезли, или ты сам доставлял? Нет, это мы с папой перевозили. А, грузили... А, ну, да, да, да. Грузили, да, да, да. Ну, надо подтаскивать. Ну, вот. Я переворачиваю. Три центера, он заметно тяжелее, чем два центера. Двухцентнировые полегче. Почему я взял 110-й пресс, чтобы или поменьше, а не ворочат самому-то. Это дрова лежат. Как с дружбой с новой? Стоит пока. Купил новую дружбу, и там уже косяк. Новые дружбы, новые дружбы, хитрый, произволь, 62-я, кажется, у тебя. 62-я. И уже там задевает, там задевает. Возьми напильник, как говорится, доработает. Все говорят, ребята, нахер ты купил такой, такой, такую. Вот, про отечественную технику. Ребята, да мы с хорошей техникой, нахер нам нужна, нас. Адреналин. Да. Откуда берется наш весь опыт всей нашей жизни? Это там где-то, там где-то нарабатываем. Тогда будем где-то какую-то подкрутить. Ну, у вас поселок раньше был крупный. Раз такие вот эти развалины, и сейчас вот до сих пор. Но все равно это же чье-то все это. Да, это полотом разыгрывали, там выкупали кто-то. Ну, кто-то купил, ну, мало ли, пригодится разобрать на это, или может быть там что-то еще. Ну, а что, так же даже разобрал, в город перевез, вот там что-нибудь построил себе. Да, вот сейчас вот стою около тюков, и сразу мысль. Что? Вот почему у тебя тюки не накрытые? А я как не накрываю? Почему? Сколько сена портится, или не портится сена? Не испортится, вот как на земле стоит. Ага. А так здесь все нормально. И сверху ничего не было? Сверху ничего. Вова, на движение всей зимы оно не испортится. Ну, не, ну, люди-то пишут, уважаемые знатоки пишут всегда. Азамат, я тоже думаю, читает все. У вас сены портятся, все это, это не по-хозяйски. Почему не по-хозяйски? Ха-ха-ха-ха. Ёлки. За зиму оно все скармливается. Конечно. Да понятно, сделало все это, знаешь. Просто людям делать нефиг, они начинают писать. Там вот это нефиг. Не, ну, вы правильно пишите, мы реагируем. Просто у кого-то есть возможность это все сделать. Ну, накрыть, построить это все. Так же, как вот с пилой все это. Я купил пилу, я же ее взял по возможности, на что мне хватило денег. А мне потом пишут, там, надо было купить за 30-40 тысяч в тилях. Я говорю, а где я такие деньги возьму? Да, я покупаю так же, я покупаю дешевую пилу Carver, там, 3-4 тысячи, 5. Отрабатывает сколько, потом покупаю снова такую же, для того, чтобы запчасти пошли со старой пилы на новую пилу. И все. 3-4 года она нормально работает. Конечно, где-то есть косяки какие-то бывают. Так что все, ребята, не без этого. Слушай, а я заметил, вот, где-то больше сена, где-то меньше. Вон сосед вышел, смотрит, что там за это. Лен, Степан, не смущай людей. Не смущай людей. Ну, как-то, вот. А навоз, вот ты сейчас складируешь, а потом разводишь. Ну, тут на чернозем, то на газы, то на газы, то на чернозем. Тут город, здесь недалеко, город. Сначала машину увидел с прицепа. 80 километров город, можно в город возить, надо продавать. Так же и здесь по совхозу продавать. Понятно. Сколько у вас коров? У нас две коровы. Две коровы? Да. Понятно. Аня, на работу. Аня, на работу побежал, аня, на работу. Где у вас у кого работает? Бухгалтером в администрации. Ага. Государственный человек? Да, я, я. Бюджетник. Бюджетник. Мы тоже бюджетники. Коровник-то, это ты, он был уже здесь? Он был уже, да, я только стены поменял, вот эту сторону и с той стороны, из бруса сделал. А здесь были просто жестью, и жестью. Доска и жестью все. Слушай, до кого ты показывал видео, там у тебя это, однако, такие стены тоже. А это я показывал, какой сарай у меня будет. Это я ездил к родителям, у меня у родителей такой же сарай, да. Ну, 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 ну. Так они тоже строили так же, как у тебя? Да, да, да. Это я, как у них строили. Ну, 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 ну. И сейчас они добавляют еще, здесь получается. Ну, да, 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 видел я. 6 на 9, а у них еще 2 плиты будет, на 2 плиты больше. Ну, 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 хорошо. 15 на 6 получается. Ну, мы же тоже к своему, только мы просто из доски там. Ну, да, у нас бревна, сосновые эти. Один бревенчатый у нас отбор. Ну, это чуть-чуть подстраиваешь. Как у вас называется, где коровы? Сарай просто? Сарай. У нас вот в Называйском районе стайка называлась. У нас Вокуневая, у нас, я там просто жила, в Называйске. А Вокунево называется О двор или двор. А двор. А двор. Да. Везде разные названия. Но... Суть одна и та же. Кладовка в доме, казенка. Вот я приехала, я долго привыкала, искала, ходила казенку. А вот я вижу это. Отдушина, видать, пар идет. Да, да, да. И эти... Она и должна отдушина быть хорошая. Не, не, я имею ввиду... А здесь еще так? Тепло и сосульки висят. Сосульки. Здесь доски и рубероид, и все. И то доска не к доске, а между досками еще маленькое расстояние. Нет, там должно быть это, чтобы зонток выходил. А так совсем не стоит. А рубероид такой он хороший, старый еще. Это склад у нас обрушился на зерно такую. И рубероид там, строители приезжали, рубероид ровно с... Скручивали, короче, и хотели выкидывать. Я его навозил себе домой, и все, потом и не знал, куда деть. А потом сюда, когда переехали, и пригодился. Не, ну, слушай, хорошо, хорошо. А я подумал... Чего было под руками? Я подумал, что нынче... Что я буду... Все равно, получается, две коровы у меня и четыре теленка. Ну... Они там закрякнут. Конечно. Сарай-то все равно больше. Ну, конечно. Это чтобы натопить им помещение. Сколько надо дышать? Ой, не говори. Вова, я снимаю. Покажешь? Да? Я в задь седу. А Степану оставим. Ага, я побегу за вами вслед. Сейчас чаю попила, согрелась. Да-да-да. Тут, Вова, ограничение 20 километров. Так что усилим не гони. Вот эти дома продавались по миллиону. Миллион двести сейчас. В итоге, короче, за семьсот. Мы не видели, какие у нас по миллиону продаются. Это уже в три раза лучше, чем наш. Тут в основном, видишь, кирпич? Таман. Ну, чтобы возить сюда дерево, сосново. Это накладно, наверное, скорее всего. Ну, и с кирпича, с другой стороны, они более долговечные. Есть самарные дома, это? Угу. Ну, самарных у нас нет. Ой, не самарные, камышовые, вон. О, у нас кришнаиды так строили, вот там. Древушки ложили, глины, там с ловозом засыпали. Это они коровник так строили. Сейчас мы... На правом. Сверху сами там кто за коровами смотрит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!